Так вот, какой смысл вообще сегодняшней трансляции, ребята, вообще нашей, вот, что самая вишенка на торте, ребят, вишенка на торте 3, вишенка на торте 3, как мы знаем, совсем скоро выйдет Fallout 76, а Fallout 76 написан на том же движке, что и Fallout 4, а Fallout 4 написан на том же самом движке, что и Skyrim Creation Engine Движок от беседки, ребята, движок от беседки, а если движок от беседки, а шо это значит, шо это значит, правильно, игра будет мега поломана Более того, беседка уже официально, ребята, официально извинилась за баги в Fallout 76, уже официально извинилась, ребята А беседка уже извинилась, ребята, уже, понимаете, она не успела еще игру выпустить, а уже извинилась, ребята, да Там в Твиттере, в Егиттере официально уже все извинения были принесены, говорит, отнеситесь, пожалуйста, снисходительно К багам в Fallout 76 Да какая бета, не бета, все будет абсолютно точно так же поломано, как и в Skyrim, ребята Так вот Да ладно, че, поехали, там на самом деле не такой быстрый спидран, там есть че, реально есть че обсудить Реально есть че обсудить, ребята Ух, как есть че обсудить Погнали Значит, хотелось бы сказать, что Надо че потише сделать, че-то громко Хотелось бы сказать, что Fallout 4 Очень хорошая игра, между прочим, очень хорошая игра За исключением того, что движок у нее поломанный По дебильному написан, но это не суть важно Значит, суть в чем Все баги, как вы, если вы смотрели разборщик по Skyrim, ну, почти все Они работают здесь тоже, большинство из них Но из-за того, что есть специфика, так как, ну, все-таки Skyrim и Fallout Тут же Pip-Boy есть, а там нету Вот Особенно загрузки с данженами, когда ты заходишь в загрузочный экран Но я потом расскажу, как это работает Даже паузу поставлю, потому что здесь это будет очень часто использоваться, ребят Значит, начинается все с интро Нам нужно выбрать персонажа и язык французский Французский язык, потому что мужик-француз разговаривает ровно на 11 секунд быстрее, чем тянка То есть нам нужно за мужика француза играть, потому что диалоги быстрее Потому что быстрее, ребят, все Если у вас есть вопрос, почему, то потому что быстрее Так вот Я вам отвечаю, ребят Даю, как бы, яйки коммунити на отсечение Что 90% багов из фалача 4-го и Skyrim'а Ну, из 4-го фалача в основном Будут работать в 76-м Сразу хотелось бы сказать, что патч у нас 1.1.30 Это самый первый патч, который был, ну, реально выпущен беседкой Потому что там есть баг с вендором, где мы можем забагать вендоры И получить просто бесконечное количество кредитов для того, чтобы скупить всю фигню Ну, в общем, не суть важная Это я потом обращу внимание еще на это Здесь тоже очень много рандома, к сожалению Ну, не то, чтобы прям очень много, но существенно И... Так уж получается Кстати, сразу начинается со скипа, где он целился как раз-таки в гриль Для того, чтобы полностью скипнуть диалог сейчас с роботом Смается дурью Вот Потому что он просто мешит Е И после того, как триггерится диалог с роботом Сразу переключается на диалог с женой Сейчас начнется война, ребят Кровь кищей расчлененка Поэтому готовьтесь Интро здесь достаточно скучно Есть категории без интро Но основная категория не процентов Включает в себя интро Где нам нужно дождаться, поговорить Прокачать статы Статы Что по статам? Статы Это очень важно, ребята Для нас самый важный стат Это эндуранс Потому что он дает Гораздо меньше, медленнее расходуются экшн-поинтсы наши Во-вторых Они Ну, их больше Вот Агила нам нужна для того Чтобы было больше Экшн-поинтов во время ВЭЦ Это искусственная драка Где Вы выбираете слабые точки И так далее Опять же Скипаем диалог С роботом Это Шон, ребят Если кто играл В замечательную игру Интерактивный кинчик Где мужик орет Шон! Шон! Хэви Рейн называется Вот, это он Сейчас будет, ребят Очень тяжелый материал Честно Вот это Это просто вишенка на торсе Три Опять же, ждем Слушаем, как по радио говорят о том Что идут ядерные взрывы Если кто не знает То Ядерные взрывы В Фалаче Произошли вообще Коллапс мировой Из-за того, что United States of Мурика Воевала с Китаем И в итоге Оба решили Ну, оба государства Решили сбросить Друг на друга Ядерные бомбы И начался треш Вот Ну и, собственно Сразу бежим Как настоящий мужик Бежим просто сразу В бомбоубежище Потому что Наши Наш ребенок С женой Сразу за нами бегут Ребят Не переживайте И здесь сейчас будет Сразу следующий скип Это диалог скип Где мы можем Прожимать кнопку действия Как только будет Линия диалога We are on the list Он повторяет ее Два раза И Нас охранник пропускает Быстрее Бежим сразу на Нужный нам лифт И ждем взрыва, ребята Как говорится Искусство Это взрыв Сейчас готовьтесь Катс Все, пошла жара А вот и жена С ребенком Да Нормально И сразу перед тем Как Нас накрывает Волной Мы залезаем вниз Значит Здесь очень много Микро моментов Ребята И основные баги В игре Я о них расскажу заранее Это конечно Это искусство, ребята Это искусство Собственно Сейчас нам пока нужно И вот здесь есть Ряд ранкилеров Именно рандом Например В бомбоубежище Когда мы приезжаем Сейчас в бомбоубежище Нам нужно дождаться Доктора Который нас Заморозит Так вот Он должен находиться К нам максимально близко Иногда он застревает В норе И Это тупо потеря Там Четырех секунд Или пяти на халяву Вот сейчас будет Экшен, ребят Внимание Внимание Очень важный момент Вот это Действие, которое он сейчас делает Экономит 0,25 секунды Четверть секунды, ребят Все, сэкономил Когда он берет Чуть позже Себе костюм Бомбоубежище Такие вот пироги Как мы видим Справа Внизу Нам показывают Координаты Нашего Нашей цели И она быстро Приближается к нам Если она была бы Двадцатка где-то Значит, что он застрял Он застрял в норе Ну, собственно, вот Залетаем Ну и замораживаемся Вот Так Значит, рассказываю Основной момент Основные баги В этой игре Это то, что игра Так как в фалаче У нас есть большая карта И у нас есть Реальные координаты Которым привязан Персонаж Мы можем Сломать игру Таким образом Что Например Когда вы В режиме Ветс Пытаетесь Ударить Кого-то В ближнем бою Вот То Игра Пытается найти Маршрут То есть Вы становитесь К препятствию Например Сейчас будет Выставлен Бак Когда Вы Пытаетесь Ударить В режиме Ветс Милишкой Дубинкой Ментовской Ментовской Дубинкой Пытаетесь Ударить Таракана Радиоактивного Игра Будет Зависнет Немного Потому что Перед нами Будет препятствия Она зависнет Попытается Найти Кратчайший Маршрут До этого Жука Чтобы дойти До него В мили И ударить Потому что Когда Вы В режиме Ветс Пытаетесь Ударить Милишкой Вас Состояние В момент Когда Игра Рассчитывает Расстояние То Игра Запомнит Ваши Координаты Где вы Были Где вы Находились И Телепортнет Вас Сразу В тот момент Когда вы Попытаетесь Сделать Через Ветс Атаку В мили Еще раз Она Вас Попытается Телепортнуть Туда Где вы Были Но Если Вы Покинете Бомбоубежище А мы Сейчас Сохраним Свои Координаты В бомбоубежище А потом Еднем Ее Потом В другой Момент Вас Телепортнет В центр Карты То есть Есть Три разных Состояния Куда Вас Телепортнет И Это Очень Важно Понимать Потому Что Это Очень Тяжело Сейчас Убивают Нашу Жену Забирают Ребенка Негодяи Паскуда Тварь Вот И Усыпляют Нас Как На всякий Пожарный Ребята Так Вот Есть Еще Один Момент Когда Вы Делаете Ну Укрываетесь За каким-то За каким-то Укрытием Скажем так Просто Выглядываете За него Прицеливаетесь С пистолетом Вы Можете Перейти В режим От третьего Лица Это Тоже Запомнит Ваши Координаты Когда Вы Уберете Оружие Ладно Я Потом Об этом Еще Расскажу Более Подробно Но И Игра Потом Когда Вы Достанете Оружие Вас Просто Утянет В ту Сторону Где Вы Сохранили Ваши Координаты Так Поехали Соответственно Бежим Сейчас Подбираем Ментовскую Дубину Берем Коун Конус Нам нужен Однозначно Потому что Как и в Скайриме В Скайриме Тоже Можно С помощью Ведр Проталкивать Ся Через Текстуры И Летать С помощью Ведр С помощью Всяких Предметов Здесь Точно Так Ж Работает Потому Одинаковый Движок Точно Так Ж Работает Баг Абсолютно Точно Так Ж Как Скайриме Подбираем Патроны Пистолет И Сразу Заходим В Терминал Пропуская Анимацию Потому что Анимация Очень Долгая Но Если Вы Быстро Прокликаете Поднимите Патроны Пистолет То Можно Скипнуть Анимацию Здесь Сейчас Он Будет Делать Как Вы Видите Он Стоял На Блин Он Стоял Здесь На Выступе Сверху Соответственно Прицелился Через Режим Ветс И Попытался В мели Ударить Паука Таракана Значит Игра В этот момент Такая Чего И пытается Рассчитать Расстояние Как лучше Пройти Потому что Есть Преграда И В этот Самый Момент Когда Игра Думает Он Отменяет Атаку И Игра Сейчас В данный Момент Запомнила Его Координаты И Попытается Его Сюда Телепорт В следующий Раз Когда Он Сделает Такую Атаку Дальше С помощью Конуса Он Проталкивает Ча-4 Текстура Для того Чтобы Свалить С убежища И Сейчас Будет Выглядывать Из Тригерит Лифт Выглядывает Прицеливается Из-за Укрытия Делает Вид От Третьего Лица И Игра Тоже Запомнила Его Координаты Это Разные Вещи Сразу Говорю Это Разные Разные Темы Когда Теперь Он Достанет В следующий Раз Оружие От Первого Лица Его Просто Запулит В космос Ну Не в космос Точнее Попытается Телепортнуть Будет Притягивать Его В эту Сторон В сторону Этих Координат В данном Случае Координаты Записываются Как Центр Карты Потому Что Он Находится Внизу В центре Убежища Вот И Поэтому Если Вы Откроете Карту Где Убежище 111 И Центр Карты Вы Увидите Что Нас Потянет В эту Сторон Сейчас Так Вот Сейчас Мы Выйдем Наружу Ребята Свет Уааа Свет Ослепляющий Свет Ангельский Ангельский Свет Нормально И Вот Это Очень Тяжелый Бак Потому Что Сейчас У нас Нет Костюма Который Отменяет Урон От падения Здесь Мы Реально Можем Себя Убить Очень Тяжелый Бак Который Долго Придется Тренить Выставляет Лайнап И Достает Оружие Пистолет Его Запуляет В космос При этом Он Открывает Ребята Светилище Sanctuary Sanctuary Как вы видите Дает нам Экспу Значит Я забыл Сказать Что В этой Игре Очень Важно Взять Именно Два Пойнта На Интеллект Два Пойнта На Интеллект Нужны Для того Чтобы Четко Брать Левелап И Когда Вы Делаете Левелап У Вас Количество Экшен Пойнтсов Сбрасывается Чтобы у вас Восстановились Экшен Пойнтс В определенный Момент Чтобы Особенно Когда Мы Будем Бегать По Этому Морю Радиоактивному Потому Что К сожалению Радиоактивное Море Имеет Свои Уникальные Координаты И Ничто Тебя Туда Не Запустит И Вот Такой Бакс Слингшот С С Видом От Третьего Лица В момент Прицеливания К сожалению Не Прокатит Туда Потому Что Ничто Тебя Туда Не Потянет Нет Координат Никаких Только Вот Собственного Озера Точнее Море И Здесь Очень Важно Потому Что Сейчас Будет Сундук Первый Первый Сундук Где Чаще Всего Рандомные Вещи Валяются Это Бафаут Айтемы Которые Дают Нам Плюс Две Стрэнджи Плюс Две Две Эндуры Самое Важное Это Эндуро И В этот Самый Момент Он Пойдет Активирует Откроет Фаст Тревел Сейчас Для музея Чтобы сюда Вернуться Так как Здесь Минутмены Тусуют И нам Нужны Минутмены Для Концовки Игры Активирует Опять же Вец И нас Телепортирует Просто в Центр карты Потому Что он Бьет Сейчас Милишкой Как вы Помните Мы Сохранили Координаты И нас Телепортирует Просто в Автобега В момент Этой Атаки Он Специально Забиндил Кнопку Автобега Чтобы его Потом Из центра Карты Под Текстурами Вытолкнуло Наверх Он Открывает Еще Генезис Потому Что Вот Этот Фаст Тревел Нам Нужен Будет Потом Для того Чтобы Убить Чувака Из института Чтобы Взять У него Квестовый Айтем Чтобы Телепортер Построить Вообще В целом Здесь Уходит Вниз Под Воду И Как Вы Видите В момент Когда Он Здесь Загружается Он Сейчас Выйдет В главное Меню Запустит Игру Обратно И Движок Ребят Рассчитан На то В Фалаче Четвертом Что Когда Он Зайдет В игру Обратно Из-за Того Что Беседка Позаботилась О том Чтобы Персонажи Не дохли Под водой Вас Закинет Наверх Воды Чтобы Не Утонули Чтобы Не было Софтлока Чтоб Персонаж Не Утонул Поэтому Мы Появляемся Сразу В Out Of Bounce Над Водой А Над Водой Это Сразу Триггерит Нам Финальную Миссию Последнюю Мы Получили Сейчас Последний Финальный Квест Для Того Чтобы Пройти Его Построить Телепортер Ну И так Далее То Есть Это Очень Тоже Важно Понимать Что Защита От Софтлока В играх Иногда Дает Тебе Очень Большой Бонус Вот Такие Дела Попадает Сейчас Сразу Вниз Потому Что Квест Финальный У нас Есть Но Возможности Пройти Его Нет Поэтому Нам Нужно Обзавестись Всякими Ништяками Для Того Чтобы Опять же Кучу Он Будет Подбирать Всякие Кружки Там Всякие Противни Еще Всякое Дерьмо И так Далее Это Нужно Для того Чтобы У нас Были Расходники Для Постройки Телепортера И Бежит Сейчас Сразу В Гуднейбор Там Где У нас Вендор Стоит И Как Раз Таки Патч 1.1.30 Используется Для Того Чтобы Забагать Вендора Поднимает TripMine Потому Что Как Вы Понимаете Атаковать Милишной Атакой В Эдсе Можно Еще И Свои Мины Поэтому Он Поднимает Сейчас Мины Для Того Чтобы Сохранять Своё Местоположение Координаты С помощью Этих Мин То есть Он Подкидывает Будет Вверх Атаковать Вверху Игра Такая Че Я Не Могу Атаковать Предмет Который Летит Он Отменяет Эту Фигню Подбирает Обратно Мину И И Потом Бесконечно Точнее 20-30 Раз Продаем По Одному Патрону У нас Бага Из Инвентаря Потом В Экспоненциальном Режиме Мы Покупаем И Продаем Одновременно То есть Мы Покупаем Один А Продаем Там 20 И Это Экспоненциально Увеличивается Здесь Он Искал Для себя Специально У Вендора Нам Нужно Несколько Вещей Кстати Он Фэтбоя Стилит Чтобы Они Согрелись Но При Экспоненциально Не хотели Вернуть Обратно Фэтбоя То есть Ты Убегаешь Просто Отсюда И Все То есть Нам Нужно У этой Вендорки Нам Нужны Патроны Нам Нужны Трипмайн Нам Нужны Пистолеты Или Дробоваяки Которые Мы Будем Скидывать Потом И Самое Главное Нам Нужен Биометрический Сканер Биометрический Сканер Насколько То есть У нее Нет Это Рандомная Вещь Также Покупаем Сет Для того Чтобы Получать На 10% Меньше Урона От Людей И Плюс Ноги Которые Увеличивают Скорость Бега На 10% Это Очень Много Открываем Здесь Фаст Тревел До Бостон Коммен Чтобы Потом Нам Сейчас Нужно Открыть Полностью Всю Локацию Если Вы Смотрели Разбор По Скайриму То Эта Игра Очень Сильно Похожа Из-за Того Что Движок Такое Же Есть Тоже Режим Фаст Тревелов И так Далее Просто Это Фол Лач Это Скайрим Фол Лач Вот Точно Так же И Здесь Сейчас Будет Сразу Следующая Тема Мы Покупаем Еще Молотов И Закидываем Здесь Молотов И И Игра Думает Сейчас Когда Мы Зайдем В музей Минут Мэнов Как Чтобы Им Помочь По квесту Дальше Продвинуться Обязательно Еще Тоже Момент Ребят Блин Как же Здесь Много Надо Говорить Дайте Паузу Немного Дух Переведу Господи Значит Кидаем Здесь Коктейль Молотова В полете И заходим Туда Для того Чтобы Потом Когда Мы Поднимемся На крышу И там Будет Наш Скафандр Летающий Вот Мы В него Зашли Быстрее Вот То Он Собственно Введет Нас В комбат Когда Мы Выйдем На крышу И быстрее Залезем В скафандр Значит Дальше Пришли Мы В музей Минитменов После того Как Взяли Ластецкий Квест Не просто Так Там У нас Будет Ребята Там У нас Будет Мпс Которому Если Прийти Раньше Времени Квестового Айтема У него Там Не будет Который Нам Нужен И мы Здесь Мы Просто Деремся Убиваем Гуманоидов Опять же Игра На самой Легкой Сложности Потому что Мы Просто Их Сразу Ваншот Им Быстро Убиваем Также Ищем Бафаут И всякие Бонусы И Нука Колу В ништяках И Джет Вот Здесь Он Джет Нашел Джет Он По-моему Купил Еще и У Вендора Поэтому Нормально Джет Нужен Для одного Гричак Потом Руаим Здесь Вот Собственно Стоит Непись Мы Его Агрим Убираем Сразу Оружие Для Своей С Комбата И Шифр У него Прям Прям Просто Шифр И Сразу Сетапим Сразу Слинкшот Который Нас Притянет Потом В Скафандре Значит Когда Мы Себя Притягиваем В Скафандре Мы Не Получаем Урона От падения Можно Просто Супер Сейв Вылетать Значит Еще Момент Такой То Что Блин Дайте Баузу Нажму Потому Что Здесь Куча Всего Произошло Как Вы Видели Нпс У нас Сидел В Компутере Там Что-то Кнопки Нажимал Хакал Систему До Тех Пор Пока Он Хакает Систему Вы Не Сможете Состилить У него Этот Айтем Вообще Никак Поэтому Вы Стреляете В него Вводите Его В комнату Убираете Сразу Оружие Чтобы Показать Что Вы Типа Не Братан Извини 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 Пожалуйста Я Не Специально Я Случайно Случайно Нажал Кнопку Вот И Собственно В тот Самый Момент Когда он Диагрится Он Опять Идет К Компу И Вот В этот Самый Момент Вы Можете У него Состилить Предмет Для Того Чтобы Потом По Квесту Дальше Иногда Бывает Так То Что На вас Огрятся Пацаны Ну Так Бывает Абсолютно Точно Так Же Как И В Скайриме Когда Вы Стилить Квестовый Айтем Для Того Чтобы The Elder Scroll Получить На вас Также Может Согреться Вся Планета Так Вот И Если Это Произошло Нужно Обязательно Загружать C-файл Но Как Мы Видим У него Повезло И Ничего Страшного Опять Если Это Произошло То Стратка С Молотовым Не Сработает Потому Что Вас В Комбат Не Введут И Вы Будете Долго Залезать В Скафандр Как Видите Он Сейчас Супер Быстро Залезет Скафандр Из-за Того Что Мы В бою Сейчас Находимся И Запускаем Себя Слингшотом Только С видом От Третьего Лица Потому Что Третьего Лица Вы Можете Запускать Несколько Раз Для Того Чтобы Запустить Когда Вы Достаете От Третьего Лица Ну Пистолет Вас Не Запускает Вам Нужно Достать Пипбой И Тогда Вы Полетите Он Собственно Полетели В Лексингтон Сразу Открываем Лексингтон И Выходим Отсюда Из Скафандра Фаст Тревелимся Дальше Потому Что Нам Сейчас Нужно Заслужить Репутацию С Подземкой Ребята Вот Заслужить Репутацию С Подземкой Оставляем Обязательно Здесь Комфаундер В Лексингтоне Чтобы Потом Сюда Сделать Фаст Тревел И Забрать Можно Следующим Образом Даже Не Встретив Их Ни Разу Подбираем Всякое Дерьмо Чтобы Потом Это Для Портала Он Сейчас Отменяет Как раз Таки Себе Как Вы Видели Он Открыл Дверь И Достал Оружие В этот Момент Для Того Чтобы Отменить Себе Слиншот Кидает Мину Запоминает Своё Местоположение Пытаясь Атаковать Мину С помощью Предмета Проталкивать Через Текстуры Подбирает Прототип Керрингтона Сейчас Подберет Вот Здесь Он Еле Пережил С одним ХП Это Падение Тоже Очень Важно И Прототип Керрингтона Это Такой Айтем Где Ты Просто Можешь Его Подобрать Выкинуть И Сразу Телепортироваться Обратно Где ты Был Для того Чтобы Выйти Вот Здесь Дверь Нужно Триггернуть Обязательно Иначе Игра За Софт Лочится Не Получится Сделать Ничего И Прототип Керрингтона Выбрасывает Для того Чтобы У вас Сразу Обновилась Цепочка С Подземкой Потому Что Сейчас Вы Можете Прийти К подземке И Они Вас Знают Прикиньте Дикон Там Вообще Как будто Твой Корифан Будет Всю Жизнь Всю Жизнь Тебя Знает Хотя До Этого Вообще Не Встречал Тебя Ни Разу Это Очень Важно Тоже Понимать Вот И Дальше Сейчас По Игре У Нас Начнется Полная Дичь Потому Что Как Вы Помните Первый Самый Баг В Скайриме Который Через Сейв Файлы Передает Состояние Персонажа Он Также Работает И в Фалаче Но Только Он Работает Более Расширенно Потому Что Он Передает Полностью Прогресс Так Как У нас Не Было Биометрического Сканера Мы Будем Турельку Здесь Убивать Лутать Может Там Нет Биометрического Сканера Залагало Что-то Лаги Ребята Лаги Биометрический Сканер Придется Искать На море Ребята Радиоактивном Море Ну Понятно Ну Что я могу Сказать Изи Вер Ребята Потому Что Он Тупо 20 Секунд Потерял Из-за того Что Биометрического Сканера Нет Сейчас Мы Придем К подземку В подземку Мы придем Обязательно Через Текстуры И Там Будет Ряд Диалогов И Скипаются Здесь Диалоги Чаще Всего Просто Выстрелами Либо Если Мы Отойдем Назад И Прожмем Кнопку Действия Еще раз Побыстрее Тоже Ну Вот Собственно Пацаны Здесь Стоят И ждут Пока Кто-нибудь Ворвется Из темноты Просто Однозначно Они Нас ждали Ребята Так Значит Что Я забыл Вам рассказать А Да Про Бак Собственно Который С загрузкой Значит Когда Вы переходите Здесь Из одной Локации В другую Есть Загрузочная Игра В этот Момент Игра Считывает Память О том Чего Ты Достиг Собственно В фалаче Вот Дикон Ведет Нас Как Дружище Скипаем Диалог Небольшой Так Вот В этот Самый Момент Если Вы Сделали Сейф Файл При этом Он Будет Делать Хардсейв То 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 Перед Рейл Роуд Когда Он Заходит В Это Нужно Будет Для Того Что Когда Ты Делаешь Квик Сейф Точнее Ты Загружаешься Подходишь К какой-то Локации У тебя Достиг Какого-то Прогресса Подходишь Делаешь Квик Сейф Загружаешь На Сейф Файл Куда Тебе Нужно Телепортнуться Именно Ключевой Айтем Здесь Он Кстати Прокачивает Все Перки Для Того Чтобы Днем Бегать Ну Эндуранса Так Вот Че Я там Говорил Значит Делаешь Квик Сейф Загружаешь Сейф Файл Другой Заходишь Между Локациями В переходную Зону То есть Это По сути Является Аналогом Данжена Из Скайрима И В определенные Фреймы Там всего Три Фрейма Есть Тебе Нужно Нажать Кнопку Быстрой Загрузки И У тебя В этот Самый Текущий Сейф Файл Который Ты Загрузил Прогрузится Данные Которые Были У тебя В Квик Сейве С прогрессом То есть Ты Тупо Обузишь Эту Механику Ну Тут Просто Фалач Пошел Дальше Чем Скайрим Потому Что Скайрим Не Передает Только Состояние Персонажа А Здесь Вообще Еще И Весь Прогресс Передается Через Сейф Файлы Поэтому Это Очень Часто Будет И Многие Люди Которые Играли В Фалач Вообще Не Понимают Что Происходит Потому Что Он Загружает Сейф Файл Куда Переместился Почему Прогресс Сохранился Что Задресня Ну И Так Далее Это Происходит Именно Из-за Этого Потому Что Очень Сильный Вот Мы Сейчас Идем Угадайте Куда Ребят Угадайте Куда В Diamond City Ardus City Вот Мы Идем Туда И В Diamond City Мы Попадем Опять же Через Текстуры С помощью Item Clip Как С ведром В Skyrim Как И С тарелкой В Skyrim Просто Точно Так же Разберем Через Текстуры Перелазим И Замечательно Это Нужно Для Того Чтобы Piper Не Активировать Диалог Чтобы Скипнуть С ней Кучу Кучу Диалогов Также Будет Сделано Баг С Загрузками Для Того Чтобы Сделать Сейв Файл Отдельный Hard Сейв Тяжелый Сейв На котором Будем Телепортироваться До Агентства Один Мы Сделаем Перед Агентством Другой Перед Входом В Diamond City Для Того Чтобы Именно Piper Была За Ну Вот Именно Не В Diamond City А За Diamond City Это Нужно Для Того Чтобы Потом Когда С Ником Мы Будем Разговаривать Не Было Их Диалога На 40 Секунд Или 50 Опять же Делает Слингшот Запускает В агентство Детективное Алексей Насонов Тут Со Своими Ассистентами Рулит Ребят Детектив Сериал Детективы Мой Любимый Капа Вот И Сразу Выходим Отсюда Делаем Hard Save Обязательно Нужно Сейчас Будет Кинуть Мину В углу Для того Чтобы Запомнить Свои Координаты Чтобы Сделать Следующий Баг В игре Блин Тут Реально Очень Тяжелая Фигня Но Это Надо Прям Подготовить Было Вот Сейчас Мы Выходим Делаем Опять Ж Warp Glitch Как Вы Видели Piper Стояла В городе Сейчас Мы Появимся Вне Города Перед Входом В Diamond City War 2 City Вот И Она Будет На улице Это Очень Важно Самое Главное С ней Не Разговаривать Потому Что Вот Это Очень Часто Используется Ребят Каждый Раз Когда Он По факту Загружает Safe Он Он Использует Warp Glitch То есть Он Делает Quick Save Когда Достиг Определенного Прогресса Загружается И Файл Заходит В Diamond City Либо В агентство Либо В пещеру И Прожимает Quick Load Вот Сейчас Начинается Как раз Фаза С летающей Машиной Где Мы Бежим В Пещеру К Ученому Который Сбежал Для того Чтобы Телепортер Построить Без Что там Опять У нас Восстание Орды Ну и Как вы Видите Нам У нее К сожалению Вообще Ни разу Не упала Nuka Cola А Nuka Cola Нужна Нам Для того Что Она Дает Очень Большой Бонус И Восстанавливает Собственно Action Points И К Большущему Сожалению Ему Ничего Не упало Плюс Ему Еще Нужно Биометрический Сканер Достать Будет В Радиоактивном Море Глоуин Си Называется Значит Почему мы Бежим Сейчас Туда Во-первых Потому что Там Пещера Находится Чувака А во-вторых Потому что Там Уникальные Координаты Находятся Где Значит Как Происходит Режим Слингшота То есть Те Когда Запускают При Прицеливании С оружием От Третьего Лица Он Будет Делать Потому что Можно От Первого Лица Запускать Даже В Скафандре Но К сожалению Большущему У Раннера Дерьмовый Томейта NS Собственно У него Очень Дерьмовый ПК Он Играет На Ноутбуке Фалач Фалач Поэтому Там Очень Много Правил Как раз Таки Сделано На То Чтобы Вообще Кстати Очень важно Чтобы игра Была Лимитирована 60 фпс Потому что Чем больше у тебя фпс Чем быстрее Ты двигаешься В этой игре К сожалению Поэтому Такие правила Жесткие Так вот У него Нестабильно Работает Слингшот И поэтому От третьего лица Лучше делать Но если у вас Турбо PC Как говорится Лучше Самолет То можно Делать Слингшоты От первого лица Так вот Там уникальные Координаты Находятся Как это вообще Работает То есть Мы Когда Откроем Пещеру Возьмем Там При прицеливании Из-за укрытия И видом От третьего лица Запомним Свои координаты Телепортнемся Потом в Лексингтон Заберем Скафандр Наш Замечательный Магический Который Полностью Нивелирует Урон от падения Телепортнемся В этом скафандре В убежище 111 И из левого Верхнего угла Карты Полетим В левый Нижний Угол Карты При этом Несколько раз Себя запуская Это нужно Для того Чтобы попасть По центру Между Пещерой Чувака Которая Находится В левом Нижнем Правом В левом Нижнем углу И левым Верхним углом То есть Он прям По центру Влево Слева Находится Для того Чтобы убить Там Келлога Вот Опять же Ну Ладно Тут Тут Нечего Рассказывать Собственно Говоря Иногда Бывает Так То Что Тебе Вендор Подкидывает Бейсбольный Сет Который Тоже Дает Плюс Эндуранс Плюс Минутемен Сет Иногда Валяется Сет Минутемена Который Можно С ногами Использовать И у Тебе Бонус Скорости Плюс Еще Больше Статов Эндуранс Есть Сейчас У него К сожалению Будет Большой Таймлосс Однозначно Потому Что Он Здесь Побежит Подбирать Биометрический Сканер Для Телепортера Это Очень Важно Сделать Что Там Революция Опять В чате Да Что 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 Происходит Ясность Понятно Ладно Не суть Важно Революцион Вот Ну и собственно Как вы видите Он Я Не обратил Ваше Внимание Когда он Открывает Те или иные Локации Нам Дает Определенное Количество Эксп 21 Эксп И Два Интеллекта Берется Для Того Чтобы Вовремя Четко Получить Особенно Вот На этом Уровне Левел Ап Который Обновит Тебе Полоску Экшн Пойнтов Для Того Чтобы Ты Мог Дольше Бежать Потому Что Спринт Здесь Нужен Всегда Замечательно Подбирает Биометрический Сканер К Сожалению Ему Не повезло Ребятам Бывает Такое Ну Тильта Лошади Ты Понимаешь Где ты Находишься Когда ты Нажимаешь Паузу Примерно Представляешь А тут Текстуры Не Прогружены Ты летишь Непонятно Где ты Находишься Туда Можно Только На ощупь Прилететь Сейчас Посмотрим Как он Долетит Потерял Потерял Немного Времени Ну Кстати Не так Много Потерял Как Мог Достаточно Быстро Прибежал Молодец Превосходно Залезает в скафандр Как вы видите Когда-то не в бою Он пипец Как долго Залезает Телепортируется В убежище 111 И Как вы видели Он сделал Там Перед пещерой Сделал Сейф файл Потому что Нам нужно будет По сюжетке Туда-сюда Обратно Летать Между Детективным Агентством Diamond City Потом Railroad Убежище Подземки Плюс Вот этот Ученый Потому что Блин Ну там Очень много Действий Будет сделано Завязанных С основной Сюжеткой И кстати Это будет Концовка За Railroad Но При этом У нас еще и Минутмены будут активны То есть у нас две фракции Активны будут Задействованы В концовке Прикол Вот собственно Запускаем себя Слинкшотом И сейчас как раз Идет ночь И это хорошо Потому что Днем Как вы помните Мы прокачали перк Sunboy Для того чтобы бегать Днем подольше У нас плюс Endurance Днем Нифига Он четко В форт Приземлился Нифига Чего Да ладно Это супер четкий Сейчас Слинк был И сейчас С помощью того Что мы Пайп пистол Выкидываем Здесь пистолет Сейчас просто Через текстуры Потому что Келогу Вы не можете Попасть сейчас Вообще не можете Но Как говорится С ведром Можно Только здесь Не ведро А пистолет Берем фэтбоя Кармик фэт Заряжаем его Мини нюками И сейчас Келог ребята Просто отъедет Потому что Мы в потолок Застрелим его Ауе Как говорится Да Вот Стрелим его Ракетой по башке То есть Здесь нужно будет Два клипа Найс Залезаем Активируем Открываем Кидаем Все Здравствуй братан Берем его мозг Подбираем Всякие квест вайты Мы хакаем его Панель Готово Ребят Готово И Загружается В Diamond City Делает Квик сейв Загружается Ребят Еще раз Как это работает Он сейчас Сделал Квик сейв Загрузил Сейв файл Который Находится В Diamond City Заходит В Diamond City И прогружает Кнопку Квик лоуда В определенные Фреймы И это Поэтому Как раз Идет FPS Лог На 60 Плюс Таймер Не считается В момент Загрузок Так как У кого-то Может быть SSD Хороший ПК И Загрузки Просто будут Супер Круто Вот сейчас Кстати Я забыл Вам сказать Какого-то Хера Ник Делает В детективном Агентстве Алексей Насонов Мы его Назовем Нам Вообще Надо было Его из Убежища 114 Спасать Но Как вы Помните Мы делали Сейв файл И не Триггерили Пайпер И Именно Зашли В детективное Агентство Мы До того Как Вообще Встретили И взяли Квест На Ника И это Делается Для того Чтобы Потом Когда вы Откроете Убьете Келлога И Телепортнетесь В Даймонд Сити Ник Появится Внутри Детективного Агентства Сам Нам Его Не Нужно Спасать Круто Да Вот так Ну и Собственно Сейчас Сейчас Идет тот Сегмент Это Мэмори Дэн Где Нам Нужно Считать Данные С мозга Келлога Для того Чтобы Узнать Как Построить Ну а Что такое Институт Почему Никто Не Найти Институт Если Кто Не Играл В Четвертый Поиграйте Сама Игра Очень Классная Очень Классная И Вот Нам Нужно Сейчас Соответственно Считать Все данные С мозга Келлога Узнать Где Находится Институт Как Туда Попасть Что За Фигня Многоходовочка Да Ребята Как Вы Помните Мы Дошли До Пещеры Ученого Где Который Находится Живет Прячется Но При этом Мы С ним Не Говорили Потому Что У нас Не Было До Него Квеста Потому Что Мы Еще Память Не Вспомнили Здесь Сохраняет Своем Милишной Атаки Милишной Опять же Местоположение Сохраняет Не Мина А именно Милишная Атака Через Режим Ватс Ну Точнее Отмена Милишной Атаки Через Режим Тот Раннер Который Сейчас У нас Бежит Он Объявил Баунти Потому Что У нас Допустим В Скайриме Есть Катсцена С драконами Где Три Бомжа Пляшут Вокруг Алдуина Вот Тут Та же Самая Катсцена Есть Только При Этом Вот Здесь Где Он Ксад В нее Агрит Не Убивает Для Того Чтобы Ник Агрился На И Убили Эту Тянку Они Прикольно Главное Ника Согрить Чтобы Ник Согрился Потому Что Ника Он Наш Компаньон В данном Случае Поэтому Он На Доктора Амари Согрится Сам Так Вот Баунти Объявлено 250 Баксов Для того Кто Найдет Скип Вот Этой Части Венни Процент Легитимный Чтобы Не Заточилась Игра Значит В Скайриме У нас Есть Гей Свадьба Которая Собственно Полностью Нивелирует Катсцену Из нее Можно Уйти С Сохранением Сюжета То есть Продолжением Сюжетной Цепочки Здесь К сожалению Ничего Подобного Найти Не удалось И тебе Придется Слушать Все Вот Эти Диалоги В Дизонорде Тоже Например Через Текстуры Можно Попасть И убить Чувака Который Отвечает За Данные Флешбеки Вот А тут К сожалению Ничего Не получилось Пока Придумать Поэтому Изи Мани 250 Баксов Ребята Халявные Ищите Бак Находите Там Это Анус Вам Из своего Кармана Заплатит 250 Баксов Если Найдете Но Пока Что Коммунити Не Нашло Ничего Чтобы Можно Было Скипнуть Вот Эти Диалоги С С С С Пытались Всякое Разное Сделать Но Не Удавовывалось Не Удавовывалось Касцены Интересные Вот Сейчас Мы Собственно Узнаем С воспоминаний Келлога Что Шон Наш Сын Которого Забрали В самом Начале Уже Далеко Не Молод Ну Точнее Здесь Он Еще Молод И Что В институт Попасть Никто Не Мог Из-за Того Что Блин А Вход То Нигде И Нету 250 Баксов Ну Как говорится Я Хоть и не Спидранер Но 250 Баксов Это Соответственно Сейчас Просто Стоим И Ждем Когда Пищаль Свою Натирает Ребята Келлог Натирает Ставь Плюс В чат Если Тоже Сейчас Сидишь Натираешь Свою Пищаль Деньги Не Пахнут Ну Что Ты Начинаешь Ну Почти 300 Бакс Согласен Согласен Значит Что Еще Можно Рассказать Да Собственно Не знаю Вот У нас Прилетает Как раз Таки Чувак Корсер Так Называемый Это Специальный Агент Института Синт Вот И Все Оказывается Узнают Что В институт Никто Не может Попасть Потому Что Входа Нигде Нет Что Нужен Телепортер Они Все Телепортируются Туда Сюда Обратно Так И Вот Дилан Вот Ему Как раз Сейчас Говорят На Французском Что Уважаемый Вот Тут Профессор Есть Живет Один Он Сбежал Профессор Вирджил По Мому Вирджил Его Зовут Если Я Не Ошибаюсь Я могу Ошибаться Ребят Потому Что Ну Это Было Давно И Неправда Вот Так Вот Все Сейчас У нас Этот парень Забирает Шона Себе В институт И Окажется То Что Шон У нас Оказывается Сейчас Будет Головой Института До До И Институт Если Кто Еще Не Понял Спойлер Алерт Его Как Б Не Станет И Сына Точнее Отца В данном Случа Его Отцом Называют Господи Игра Слов Сын Стал Отцом Ребята Так Вот Его Мы Так И Не Увидим За Игру Вот Теперь Доктор Амари Говорит Телепортейшн Now It Makes Sense Что Никто Туда Попасть Не Может Значит Когда Мы Выйдем Из Этого Воспоминания У нас Доктор Амари Воскреснет Из Мертвых Мы В нее Опять Шмальнем Для Того Чтобы Скипнуть Ее Диалоги Вообще Диалоги Здесь Скипаются Как правило Несколькими Выстрелами Опять же Когда Мы Попадем В Подземку Мы Будем Тоже В них Стрелять Но Так Как У нас Есть Репутация Мы С ними Дружим Уже Мы Можем В них Раза Четыре Стрельнуть До Того Как Они Согрятся Опять же Если Они Согрились Всегда Можно Убрать Пушку И Сказать Я Случайно Я Не Специально Извините Пожалуйста Я Виноват И Принести Извинения Официально Извиниться Перед Ними Они Тебя Простят Как Как И Беседка Собственно Перед Перед Пользователями Вот Телепортируем Сейчас В Точнее В Пещеру Для того Чтобы С Вирджилом Поговорить Да Его Вирджил зовут Не Я Не Ошибаюсь Ребята Ничего И мы Сейчас Его Тупо Уговариваем Потому Что Для Того Чтобы Построить Портал Мы Обещаем Найти Серум Чтобы Он Мог Стать Человеком Но Спойлер Алерта Мы Его Наебали Наебали Мы Ничего Не Поможем Нет 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 Почему На французском Так Так Звучит Руки На Стол Чат Руки На Стол Вот Сейчас Пока Разгрузочный Момент У нас Много Диалогов Можно Можно Уже Собственно И Фигней Позаниматься Как вы Понимаете Вначале Очень много Вещей Которые Нужно Объяснить Потому Что Ну Это Блин Очень Жесткий Спидран С точки Зрения Того Что Поломали Игру Я Обязательно Сделаю Шутаут Чуваку Который Собственно И Перенес Все Вот эти Ништяки Из Скайрима И всех Остальных Игр И Нашел Большую Часть Багов Здесь Это не Томейта Анус К сожалению Томейта Анус Просто Исполнил У нас Исполнитель Как я Говорил Есть Спидран Люди Которые Все Находят Занимаются Раутингом Очень много Времени Тратят На это Дело Есть Люди Которые Тоже Помогают Адаптируют И И Исполняют При этом Ну Как правило Вообще Спидран Это Коллективная Работа Коллективная Комьюнити Той или иной Игры Извините Пожалуйста Я из Англии Коммунити Коммунити Той или иной Игры Ну Собственно Опять же Телепортируемся В Генетикс Вот В это Здание Которое мы Открыли В самом Начале Игры Как вы Помните Когда мы Телепортировались В Центр Карты Под Текстурами Нас Вытолкнула Наверх Именно Та Способность Автобега Которая Ты забиндишь Кнопку на Автобег Если ты не Нажмешь Автобег То тебя Не телепортируют Наверх Ты Закосятишь Там Обязательно Нужно Нажимать Автобег Ну И собственно Здесь Вообще Очень долгие Долгие Бои Интересные Но С помощью Мусорного Ведра Нет Ой Он здесь Засрял Ну Изи Вэр Ребят Изи Вэр Мы просто Поднимаемся Наверх Сразу Идем На лифт Кидаем Здесь Мину Чтобы запомнить Своё местоположение Милли Атакой Через Вэц Режим Бежим На лифт Выходим С этой Локации И когда В следующий раз Мы телепортнемся Нас Закинет Под текстуры В ту сторону И мы Окажемся Прямо В комнате Где находится У нас Корсор Сразу Ставим Мину Атакуем Приехали Атакуем Нас Телепортируют Под текстуры Мы попадаем В комнату С Корсором Кидаем Фэтбоем Мини-нюк Минус Корсор Забираем Его Квестовый Айтем Из него Теперь Мы можем По-моему Шифр Там Валяется Для того Чтобы координаты Куда телепортер Настроить Нужны Нам же Вирджил Собственно И рассказал Что дружане Я бы тебе С удовольствием Помог бы Но нам Нужны Координаты Куда Телепортироваться Вот нам Нужна Вот эта Вот эта Штука С этого Пацана Специального Агентства Института Фэтбой Мини Ну как вы понимаете Creation Engine Ребята Вот И сейчас Мы Сможем Познакомимся Как раз таки С сумасшедшим Инженером Который нам Все и задекодирует Все Настроит Все покажет И так далее Обращу Опять же Внимание На то Что Ну потом Здесь скипают Диалоги С стрельбой Так вот Creation Engine Ребята Просто Creation Engine Это Это искусство Ребята Это искусство Я к сожалению Приболел Поэтому я Немного Это Вяленький Сорян Сорян Ребята Сорян Совсем чуть-чуть Собственно Пропускаем Диалоги Загружаемся Заходим обратно Для того Чтобы пропустить Опять же Диалоги Здесь Также Работает Эта история В некоторых Случаях Как и В Skyrim Когда ты можешь Выйти Из комнаты Зайти обратно И пропустить Те или иные Диалоги Заходят сюда И Тинкер Там У нас Парень Который Собственно Задекодировал Всю эту историю Загружаем Сейф файл Не забыв При этом Нажать Квик сейф Здесь Нажимаем Квик сейф Загружаемся В пещеру Заходим Загружаем Сейф файл Передаем Через сейф файл Состояние О прохождении Игры У нас Меняется Персонаж Точнее Персонаж Это не меняется Просто Передается Передаются Данные В общем Ломаем Игру Ребята Как можем Ломаем Игру Как можем Заходим В пещеру К Вирджулу Обратно И он нам Сейчас расскажет Как построить Телепортер Потому что У нас Все есть Все готово Все готово Да Здесь иногда Кстати нужно Вообще Ой Это не сказал Большинство вещей Большинство диалогов Здесь Выбирается Четвертая опция То есть Нижняя Но Иногда Иногда Нужно нажать Стрелочку Влево Или вправо В данном случае Он здесь тоже Иногда делает Но это нужно Просто Как говорится Сынок Это невозможно Понят Это можно Только запомнить Все Понимаете Вот Такие пироги Сейчас нам Нам нужно Опять же Продолжить Построение Телепортера У нас Все готово Но Прежде чем Строить Телепортер И тпшится Мы скинем Очень важно Берем телефон Обязательно Чтобы нам Хватило Всех реагентов Потому что У нас Заскрепится Все Мы разберем Все ненужные Ништяки Которые в инвентаре У нас находятся На хлам На материалы Для постройки Телепортера Так вот У нас в инвентаре Валяется Квестовый айтем И нам нужно Его скинуть Чтобы он На металлолом Не поехал Потому что Когда ты телепортнешься В сэнкшери Ты вообще можешь Только в нескольких местах Построить телепортер Но так как Мы в самом начале Открыли сэнкшери Это святилище То там мы Телепортер Строить и будем Собственно Разбираем все дерьмо На металлолом Как вы видели Он скинул через инвентарь Это произошло Конечно очень быстро Но вы видели Я уверен Что он скинул Квестовый айтем Подбирает его обратно Так Ну и телепортируемся Обратно в сэнкшери Для того чтобы Сейчас Подать еще Напряжение На все эти истории То есть сейчас Мы поговорили с тинкертомом Идем обратно В сэнкшери Где у нас телепортер Стоит Даем теперь питание Всей нашей конструкции И тинкертом Нас телепортирует В институт Собственно Бах Бах Генерат Красиво построил Ребята Красиво Нет Сэнкшери Это сэнкшери Это локация Рядом с убежищем Которая Сто одиннадцатым Стреляем опять же В нее Для того чтобы Скипнуть диалог И как только Прозвучит фраза Определенная Когда тинкертом Начнет говорить Мы зайдем сразу В телепортер И прожмем Квик телепорт Через пип бой Это нужно для того Чтобы скипнуть Весь его диалог Потому что Как только В определенный момент Мы начнем телепортацию И зайдет Загрузочный экран Нас телепортируют В институт Все равно Потому что игра Считает то Что мы должны Сейчас Появиться В институте И Как вы видели Телепортер мы строили С подземкой Но из телепорта Сейчас вылезет У нас Престон Из Минитменов Кстати Сет Минитменов Очень прикольно Выглядит Зацените Вот Но Это происходит Из-за того То что Мы немного Сломали игру Совсем чуть-чуть Совсем чуть-чуть Опа И Престон Подъехал Здорово Престон Как дела Получи немного Свинца В грудь Ему пофигу Ну вот И соответственно Нам нужно сейчас О Сейчас будет Очень классный Бах в игре Он кидает Здесь трепнину Чтобы потом Сюда вернуться Через стул С помощью анимации Того как встает Персонаж со стула Он проталкивает Сейчас через текстуры Бах Заходит За текстуре И с помощью Использования Ингалятора Потому что Ингалятор Здесь единственный случай Когда используется Ингалятор И поэтому Он покупается Или поднимается Это рандомная вещь Ты прыгаешь Чуть выше И дальше Ты можешь Пролететь В институте Через всю херню И полностью С другой стороны Дверь активировать Без ингалятора Скип не работает Изи бризи Изи бризи Опять кидает Все Открыли мы сюда Fast travel Пофигу Телепортируемся В реактор Ставим Сделаем здесь Hard save Сделаем здесь Quick save И hard save То есть Здесь это очень важно То есть Он сохранил здесь Игру Чтобы потом Все тоже Телепортнуться С помощью бага Warp glitch И идет в Railroad Сразу Потому что Нам сейчас Нужно будет Взорвать всю эту херню Нужно будет Ну бомбу взять Потому что Ну Мы идем против Института Потому что Что у Подземки Что у Минут Мэнов Главный враг Это Институт И вот здесь Очень Жесткий скип С точки зрения Сцен Мы Агрим Обязательно Агрим Дездемону И убираем Оружие сразу После чего Полностью Исчезает Диалог Который Происходит Между ней И им Для того Чтобы попасть Полностью В институт Телепортнуться Сделаем Опять же Квиксейв И делаем Warp Глич Тоже Это Поначалу Будет Тяжело Понять Ребят Где Что Конкретно Используется И почему Но Так уж Устроены Спидраны Это Правило Конкретной Категории В некоторых Играх Сейфайла Использовать Нельзя Но Касательно Игр Где На этом Завязано Очень Много Классных Гличей И Все Могут Их Делать Эти Баги Могут Не Только Лишь Все Мало Кто Может Это Делать Да Вообще До Кучки Спидранеров Нет Никому Дела Так То Мы можем Его Использовать Потому что Это Правилами Не Запрещено Именно Правилами Категории Ну И Концовка Игры Ребят Сейчас будет Исключительно Построен На том То Что Ты Просто Сейчас Поставишь О У нее Не Получился Скип У нее Не Получился Вороп Глич Это Первый Вороп Глич Который Не Получился Как Видите Ран Не Идеальный Еще Более Не Идеальный Чем Казалось Бы И Он Переделывает Сейчас Заново Все Появился Там Где Надо Прогресс Просто Не Передался К Заходит Дездемона Заходят Все Чуваки В портал Нас Телепортируют И Сейчас Будет Финальный Катс Мы Нажмем Вот Как раз Извиняюсь Когда Идет Черный Экран Вы Все Еще Можете Прокликивать Кнопки Действия Потому Что Также Он Кстати Залазил В Скафандр Свой Так же Быстро Когда Шел Черный Кран Извиняюсь Просто Просто Приболел Поэтому Немного Это Херой Сори Бойс Ну И Все Детонатор Используем Катс Искусство Это Взрыв Все Институт Повержен Всем Хана Спасибо Что Посмотрели Это Замечательный Разбор Так Вот Как Я Уже Говорил Бесезда Бесезда Официально Уже Извинилась За Фоллаут 76 Что Он Очень Багованный Перед Теми Кто Играл В Игру Бета Это Не Бета Вообще Абсолютно Пофигу Фоллаут 76 Спидраны Когда он Выйдет Сломают За неделю Отвечаю Ребята За неделю Сломают Потому что Вся эта Дресня Которая Есть Здесь Будет Работать И там Ну Собственно Вот Она Концовочка Федевр Я Та Скинул Взрыв Искусство Это Взрыв Та Сиро Подарил 30 Ну Просто Скинул Атомную Бомбу Ребята На Ансабов Тематично Тематично Подзорвал Ансабов В конце Ядерного Взрыва В конце Фалача Великолепно Просто Кац Ансабы До свидания Увидимся Меня не зацепило Ну как видишь В фалаче тоже Все почти выжили Батю мы так и не увидели Большинство людей Мы так и не увидели Как видите Цепочки квестовые Просто мега поломанные Большинство диалогов Даже не происходит Но как я говорил Как я говорил 250 баксов Это 250 баксов Бегом Все в фалач Четвертый Ломать Искать скип Катсцены С воспоминаниями Кому эти Кармик Филс Игра просто Мега 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 Ребята Мега Просто Просто Лучшая игра Диди Собственно На этом Был у нас Фалач Четвертый Creation Engine Спасибо, что посмотрели Это были разборы Редактор субтитров